Ребят, всем привет! Сегодня у нас будет новый влог и начинаться будет с поездки в гараж. Вот у нас тут стоит такой замечательный автомобиль и сегодня мы купили регулятор напряжения. Вот у нас этот замечательный регулятор Фёдора Исаченкова и сейчас мы его будем тестировать. Так, значит, можем посмотреть. Регулятор очень качественно спаян. Мы видим, всё, значит, залито компаундом. Выход провода тоже компаунд. И всё, собственно, выполнено очень-таки аккуратно. По отзывам других пользователей мы видим, что он даёт минимальные просадки напряжения. И, собственно, сейчас мы его поставим и попробуем его потестировать, снять напряжение в разных режимах. Но для этого мы сначала снимем характеристики напряжения с того реле-регулятора, который стоит у меня. Так, ну что, мы, значит, прогрели двигатель до полностью рабочей температуры. Уже срабатывал электровентилятор. Двигатель сейчас мы заглушили, чтобы озвучить, что мы будем делать. Сейчас я запущу двигатель и будем постадийно включать обогрев заднего стекла, печку, фары. И будем дожидаться срабатывания электровентилятора. При этом мы будем смотреть на вольтметр и смотреть напряжение. Погнали. Ну что, вентилятор у нас сработал. Напряжение у нас полный шлаг. И даже включая напряжение на максимум, мы видим, что оно нифига не поднимается. Так работает регулятор энергомаша. По истечению долгого времени мы пришли к такому выводу, что генератору нужен был все-таки капитальный ремонт. И поэтому мы откапиталили сам генератор, проточили кольца, притерли щетки. Поменяли мы сразу этот аккумулятор, потому что тот показывал себя не очень. Поменяли также шкивы помпы коленвала и шкив на генераторе от ВАЗ-2110. Шкивы помпы и шкивы коленвала у нас от Шевроле Нивы. Для чего это было сделано? Я думаю, все знают проблему захлебывания генератора на низких оборотах. Ну, порядка 700 оборотов. Вы включаете печку, вы включаете фары. И генератор у вас просто дает дикие просадки. Именно поэтому был поменен шкив для того, чтобы увеличить количество оборотов на генераторе. Так, ребят, ну что? Вот мы подготовили, значит, бальтметр. Вот он у нас подключен на аккумулятор. Сейчас показывает, какое напряжение. Подключили мы уже сразу реле регулятора Федора Исаченкова. И сейчас будем тестировать на разных нагрузках. Будем постадийно включать. Без нагрузки, ближний свет, подогрев заднего стекла, печка, задние противотуманки, тормоз, дальний свет, электровентилятор, который у нас стоит на радиаторе. И будем это все видеть уже из салона автомобиля. Вот здесь на дисплее. Давайте. Мы нагрели двигатель. Сейчас мы будем снимать характеристики с генератора. И, собственно, записывать вот в такую табличку. И сводную табличку мы потом вам покажем. Ну что, давайте, значит, смотреть напряжение. Итак, ближний свет. Подогрев заднего стекла. Да, сразу поднимем обороты двигателя, чтобы генератор у нас не захлебывался. Подогрев заднего стекла, значит, печка. Противотуманки, тормоз, дальний свет совместно с ближним. Ждем срабатывания электровентилятора. Как мы видим, очень приятный бонус на данном реле, что когда мы даем больше нагрузку, напряжение становится немножечко выше. То есть, это позволяет компенсировать те потери, которые идут у нас в проводке. Так, печечку выключим, чтобы быстрее сработал вентилятор. Так, вентилятор. Ну что, мы видим напряжение 14,29. Это при полной нагрузке вообще на бортовую сеть в автомобиле. Так, ребят, ну что, мы поставили, значит, энергомашевский регулятор. Сейчас будем тестировать его. Точно так же поднимем немножечко оборотики, чтобы генератор у нас не захлебывался. И, собственно, с него характеристики. Сработал электровентилятор у нас, поэтому сейчас мы постадийно включаем нагрузочку. Поднимаем обороты до 1700. Смотрим на вольтметр. И начинаем, значит, ближний свет. Подогрев заднего стекла. Печка. Задние противотуманки. Тормоз. Дальний свет. И ждем электровентилятор. Как мы видим, на энергомашевском реле регуляторе напряжение у нас падает при увеличении нагрузки. Ну и сработал сам электровентилятор. То есть, вот напряжение у нас с полной нагрузкой на автомобиле. Так, ребят, ну что, вот у нас получается сводная таблица. Мы записали все характеристики. Значит, это начальное напряжение аккумулятора. Вот это вот на старом шкиве мы поднимали обороты до 2200 начальные. Конечные у нас при полной нагрузке достигали 1600 оборотов в минуту. При таких оборотах генератор при полной нагрузке не захлебывался. То есть, если спустить чуть-чуть поменьше, он начинает захлебываться. Вот эти обороты, это у нас на шкивах Chevrolet Niva и на шкиве на генераторе ВАЗ-2110. Как вы видите, передаточное число намного выше. То есть, конечные обороты всего 1100. То есть, на таких оборотах генератор работает полностью при всей нагрузке. Ну и вы можете поставить на паузу, посмотреть, если кому будет интересно. То есть, вот у нас реле Федора Истаченкова. А вот у нас энергомашевское реле во всех трех режимах. Мы можем заметить, что в данном реле при повышении нагрузки напряжение у нас растет. То есть, это такой приятный бонус, чтобы компенсировать потери в проводке в рсети. Если посмотреть на реле энергомаш, то мы видим, что при повышении нагрузки напряжение, наоборот, у нас становится все меньше, меньше, меньше. Да, вы можете сказать, что, а как так, на максимальном режиме, наоборот же, напряжение выше, если сравнить, допустим, вот с этим реле. Но я скажу так, в реле Федора Истаченкова есть термокомпенсация. То есть, в зависимости от температуры плюсовой клеммы и устанавливается соответствующее напряжение. То есть, высокое напряжение, это не всегда есть хорошо. Почему? Потому что, когда напряжение слишком высокое, генератор начинает попросту кипеть. Выкипает вода, ее приходится доливать, и это не есть хорошо. То есть, когда мы поддерживаем напряжение на определенном уровне, допустим, 13,97, ну, в целом 14,14,2, в таком случае мы просто забываем вообще про аккумулятор. Еще мы, значит, сняли осциллограммки, заморочились этим. То есть, сразу скажу, что осциллограф не совсем правильно откалиброван, поэтому не смотрите на вот эти значения напряжений. Важно было здесь увидеть сами перепадики. То есть, вот на реле Федора Истаченкова можем посмотреть вот на эту ложечку и обратить внимание вот на то, какой спад здесь идет. И можем тут же включить реле энергомашевское и посмотреть там же эту ложечку. И можете посмотреть ложечку вот здесь. То есть, видите, спад более крутой. То есть, это уже кто разбирается, о чем-то говорит. Ну и можете посмотреть остальные осциллограммки, если кому интересно. То есть, даже здесь я заморочился вывести все три обмотки, значит, вывести провода и померить, посмотреть на осциллографе напряжение вообще между фаз. То есть, ну вот это какое-то подобие синусоид. Здесь у нас сработал электровентилятор. Здесь у нас без нагрузки, вот она, такая более-менее синусоида. Ну, понятно, что это много синусоид, наложенных друг на друга на одном экране. Ну, в принципе, мы видим. То есть, с генератором все в порядке. Так, это у нас между фаз. Это у нас клемма аккумулятора. Это с подгазовочкой. Ну, собственно, видите все сами.